Он, между прочим, по-прежнему чрезвычайный юн, ему всего-надо всего 18 лет. А весь прошлый сезон Кюрзаван, пас пяткой, Неймар, наконец-то удар, рикошет, и не долетает до мяча маленький Марко Верати. Просто банально не хватило ему роста, 165 сантиметров рост итальянца. И вообще вновь великолепный футбол показывал опаснейший момент, и Тулуза забивает гол, Макс Ален, Грабеля. Проход по флангу, Даня Алан зачем-то идет в центр, непонятно кого закрывать. И абсолютно один Макс Ален Грабель, который бьет с лета по Ариолям. Мог бы, наверное, вратить, то есть Макс Ален Грабель. Полем, Димария. Дальний удар, Альбан Ляфон с такими делами справедливости. Увидели статистику ударов, 6-1 в пользу Парижа, но гол-то есть только у Тулузы, а Неймар опять не забивает. Димария, Алвес и Неймар бьют голову. Уже каркас ворот, задевает Парижа. Забегание, это по-спартаковски было, удар, Рабье и гол, Неймар! И Свиди, конечно же, болеет. Там уже футболок безумное количество, правда, у нас. Так что Париж, естественно, отбивает эти траты. Молодец Мотта, кстати, в части в эпизоде, потому что он-то был в офсайде в момент удара Рабье. Он пошел на добивание и он закатил мяч в ворота Альбана Ляфона. Альбана Ляфона, нравится, правда? А Борис просто играя с ней как захочет. Удар. Рабье, удар, 2-1! На Адриен Рабье. И опять, кстати, голевая передача Неймара. Борис Анжермен бухнул. Неймар в стенку обыгрался с Рабье. И Рабье. С левой спанга. Пытался дотянуться и садьёб. Пытался дотянуться Альбан Ляфон. В воротах. Ну вот, теперь как-то все стало на свои места. Удар по воротам. Сверху мяч касается сетки. Ну, Ариоля, конечно, все контролировал. И у нас красные карточки. Марко Верати, вторая желтая. Спасибо, до свидания. Обожаю Марко Верати. Вот, честно, один из моих любимых действующих футболистов. Это карточка. Да, он не коснулся Ульена. Тем не менее, это безрассудная игра. Ну, а здесь... Дани Аулис. Неймар. И накрывает. Несмотря на то, что Париж в меньшинстве, все равно он играет с огромным преимуществом. Он маковано и выскакивает штрафную. Альбан Ляфон перед собой. Не сумел зафиксировать мяч, но... Милый мальчик. В каком ухе у меня жужжит. Неймар. Неймар прошел. Пенальти. Пенальти должен быть сейчас, конечно. Какой финт Неймар исполнит. С ТПСЖ. Ой, ой, какая красота. Боже мой. Будет сейчас стремиться забить свой третий гол в этом чемпионате. И это случается. Три-один. Ковани с пенальти. Очень рискованный был подкат. И... Ну... Ничего не поделаешь. Иногда судья и ошибается. И подключается в атаку крайний защитник Тулузы. Анди Делор. Удар в ближний угол. Вот она смелость форварда. Так и... Хороший навес. И... Три-два. Как здорово, что так все происходит. Метр девяносто шесть. У него тяга сил. Смотрите. Удар Пасторе. Пасторе. Четыре-два. Голосу. Шесть сегодня. Да, поздновато быстро. И садим. И Пасторе отправляет ночь в девяносто. Идеальный трек. Движение Молба показало, что можно дать ему. А передача пошла на Кирзовой. Опять голевая передача. Чуть-чуть будет тяжеловато, потому что мы увидим матч ПСЖ Сент-Тетье. В пятницу. Дальше в шестом. Здесь же на парке Пренс против Леона. Сайде. Финальти не надо зарабатывать. Надо проходить. Надо проходить. Еще один финт. Аааааа. Шесть-два. Неважен счет. Какая разница. Смотрите. Вдвоем встречают. Он спиной к воротам. Его заставляют развернуться. Он каким-то образом сквозь нихрить просачивается. Продолжение следует...